Сегодня глава Чувашии встретился с руководителями региональных отделений политических партий. На встрече обсудили различные аспекты социально-экономического развития республики. Партийные проекты, направленные на повышение качества жизни населения. Несмотря на разные политические взгляды, надо уметь налаживать конструктивное взаимодействие, убеждены представители партий. Только так в диалоге друг с другом можно добиться социально-экономического развития региона. Стабильная общественно-политическая ситуация в республике была, есть и будет. Мы твердо стоим, чтобы эта стабильная ситуация оставалась на долгие-долгие годы. От этого зависит и деловой климат, и национальный рейтинг, и привлечение инвесторов для открытия производства и создания высокотехнологичных рабочих мест. Представители региональных отделений политических партий не понаслышке знают о тех проблемах, которые волнуют жители республики. К примеру, шумерлинцы и алатрацы обеспокоены темпами подготовки к отопительному сезону. В Канаше остро стоит вопрос с пассажироперевозками. Обо всех этих проблемах руководство республики знает, держит на постоянном контроле. Неразрешимых ситуаций нет. В связи с тем, что у перевозчиков, которые являются предпринимателями, автобусов не хватает. С учетом начала финансового оздоровления банкротства на предприятии Чуваштранс, мы передаем в аренду всем тем предпринимателям, которые и обращаются. Понятно, там эти рыночные отношения. Кому какой месте-месте надо, у нас автобусный баргон стоит. Сегодня пока на временном таком, по временной схеме работает, публичные дорогие проведут все полностью. Все маршруты они будут уже иметь своего перевозчика. Модернизация медицинской сферы, изменения в пенсионном законодательстве, поддержка многодетных семей. У представителей партии не только вопросы, но и предложения. Во многих регионах есть так называемые удостоверения многодетных семей. То есть это либо справка, то есть законодательно закреплена некая форма удостоверения многодетных семей. И во многих регионах, в том числе при проезде через Керченский мост, независимо с какого региона, когда предъявляют такое удостоверение, люди получают, допустим, по Керченскому мосту, без очередного проезда, например. Такие маленькие, скажем, поблажки по всей России можно получить. По поводу выдачи удостоверения. В этом плане мы действительно сейчас занимаемся. Мы создадим рабочую группу, посмотрим, что в этом плане можно делать на уровне Чувашкой республики. Участники встречи озвучили и многие другие вопросы избирателей, а также выступили с рядом предложений по решению актуальных проблем.